Полигон в поселке Рощинский. Мотострелки идут в наступление. Главная задача – скоординировать действия как всей роты в целом, так и отделений. От этого, уверены командиры, зависит исход всей операции. Когда отделение находится, например, в отрыве от роты, и оно действует как самостоятельное звено, там уже командир отделения принимает сам решение. Уже как бы ему некому будет подсказать. В военное время можно попасть в любую ситуацию, и надо уметь применить все эти навыки уже реальном бою. Наступление, оборона, одиночная подготовка, марш и выполнение специальных задач. Новая экспериментальная программа боевой подготовки разделена на шесть модулей. Каждый из них в течение года бойцы будут отрабатывать отдельно. Это, уверены в Министерстве обороны, поможет повысить их навыки ведения боя в любых условиях. В надежной защите здоровое тело. Стать универсальными солдатами бойцам поможет и новая экипировка «Ратник», недавно поступившая на вооружение. Это шлем, защитные очки, жилет для переноски боеприпасов, наколенники, налокотники и бронежилет повышенного уровня защиты. Способный защитить все тело от штыков, пуль, осколков гранат и снарядов. Несмотря на суровый перечень, бойцам кольчуга нашего времени кажется комфортной. Депло, материал достаточно прочный, намного легче, чем старые бронежилеты. Осваивать новую экспериментальную программу боевой подготовки миротворцам ЦВО предстоит в течение года. На заключительном этапе каждого модуля они будут сдавать своего рода экзамен. А эффективность внедренной программы оценят на международных учениях миротворческого контингента государств ОДКБ «Нерушимое братство-2016». Павел Баймаков, Максим Гусев. События.